В Нарьинмаре прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Ежегодно в педсовете принимают участие более 600 работников учреждений образования, ветеранов педагогического труда, представителей общественности и органов государственной власти. Большой августовский педсовет в преддверии нового учебного года – это важное событие для педагогического сообщества. По традиции в рамках открытия педагогической конференции действующим работникам образования и ветеранам педагогического труда вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа и собрания депутатов, а также ведомственные награды Министерства образования. Я рад, что очень много молодых учителей, где-то, может, не хватает, но у нас весь зал полный, почти все молодые и очень молодые даже учителя. Ну что, хорошего настроения праздничного, ну и настроения на весь новый учебный год. Ну, как всегда, будет интереснее, наверное, может, где-то и труднее, чем предыдущие, но учителя – народ подготовленный, знающий, поэтому, я думаю, округ добился новых успехов в образовании. Тем временем ученики и учителя вышли на финишную прямую перед началом учебного года. И если первые еще отдыхают последние дни каникул, педагоги уже готовы приступить к работе. Уже совсем скоро начинается трудная и одновременно веселая и полное открытие и школьная жизнь. Настроение отличное, и связано это по большей части, что мы, конечно же, отдохнули, мы соскучились по детям, по учебному процессу. Ну и в Индиге, значит, в этом году ожидается запуск вот нового здания школы. Конечно, у нас впереди очень такие приятные события, и мы ожидаем их с радостью. С волнением переживаю, потому что, во-первых, у меня будут в этом году новые классы, у меня будет еще работа, которой я раньше не занималась, поэтому ожидания, конечно, чего-то нового, интересного, в то же время очень волнуюсь. Перед педагогами в этом учебном году стоят важные задачи в рамках национального проекта образования. Это такие мероприятия, как цифровая образовательная среда, помощь семьям, имеющим детей, успех каждого ребенка и учитель будущего. Мы должны перестроить нашу работу, мы должны выявить те профессиональные дефициты, ту потребность наших учителей и проанализировать эту работу, и в данном направлении запланировать курсы повышения квалификации для наших педагогов. Также у всех на слуху новая система аттестации педагогических работников. Все мы к ней готовимся, знакомим наших педагогов, и, соответственно, я думаю, что с нового 2020 года новая система аттестации педагогических работников по единым федеральным оценочным методическим средствам, она будет внедряться и в нашем регионе. Развитию цифрового образования и повышению квалификации окружных педагогов власти округа намерены уделять особое внимание. Современная школа – это не только новые здания и новое оборудование в школе, это также и учитель должен быть готов работать в этой новой среде, в новой школе. Мы должны уже состыковывать расписание дополнительного образования с расписанием школы, чтобы дети не посещали дважды одно и то же занятие, например, по физической культуре, или по музыкальному обучению, или по урокам музыки. И если ребенок обучается в музыкальной школе, то для него должно быть составлено так называемое нелинейное расписание. Нелинейное расписание и создавать более современную образовательную среду для наших обучающихся. В своем обращении к педагогам глава региона Александр Цибульский отметил важность завершения строительства образовательных учреждений на территории региона. Речь идет о новой школе в поселке Индига, школе номер 3 и молодежном центре в Наринмаре. Сегодня приятно отметить, что работы на этих объектах уже активно ведутся. Школа Индига уже в общем находится в финальной стадии своей реализации. А молодежный центр, с которого мы планируем сделать, Кваториум, который, хочу сказать, будет один из лучших в России. И в этом смысле мы получаем серьезную поддержку из федерального бюджета, из федерального правительства. Скорее всего, сдадим в следующем году, а в этом году уже начинаем его строительство.